На самом деле у меня сегодня очень приятная возможность, вот уже своими полномочиями, вас наградить за тот вклад, который вы сделали в облик города, в развитие, в его позиционирование на федеральном уровне. Две важные победы в этом году одержали представители гимназии номер два. Юлия Василкова вошла в число лауреатов конкурса «Директор года России», а учитель Ксения Воронина стала лауреатом конкурса «Учитель года России». Педагоги оставили честь нашего города среди лучших представителей учительского сообщества страны. И эта победа общая. Безмерно родителям нашей гимназии, детям и всей системе департамента образования, которые нас в этом смысле создают все условия развития. Конкурс – это всегда непросто. Если в спорте, как отметил Алексей Сафонов, все просто, действует правило быстрее, выше, сильнее, то критерии отбора лучших учителей не всегда понятны. Я вообще не люблю сравнение с коллегами. Мне нравится больше себя с самой собой в прошлом сравнивать. И мне кажется, просто у каждого есть свои сильные и слабые стороны. И надо понимать, что не каждый человек, в принципе, может в конкурсе участвовать. Это зависит от личности каких-то особенностей. Но это не значит, что он хуже. Тем не менее, конкурсантов со всей России набралось огромное количество. В директоре года, например, изначально их было 700. Из них отобрали 30. В их число вошла и Юлия Василкова. Из 30 отобрали 10 лауреатов. Им предстояло решить кейсы, предложенные группой компании «Газпром» и создать концепцию школы. Здесь на помощь пришла управленческая команда. По видеосвязи коллеги помогали Юлии Александровне подготовить решение. И эта победа – победа всего коллектива гимназии. То, что мы электронное портфолио подавали, это же не лично мои какие-то достижения, как директора, участие в Олимпиаде лично или в какой-то конференции, мое личное участие. Нет, безусловно, это результаты работы гимназии за определенный промежуток времени. И признание вот этих результатов и по итогам портфолио, и формула успеха я тоже закладывала и в ТЭД свое выступление, и в ролик. Те достижения нашего гимназического сообщества, которые позволяют говорить о том, что формула успеха – она такая. Эти победы знаковы не только для гимназии. Они доказывают высокий уровень всей системы образования Сарова. Делясь опытом, обмениваясь мнениями, педагоги личным примером доказывают своим коллегам, что нет препятствий для дальнейших профессиональных достижений. И я думаю, что коллеги поделятся своим опытом и с другими участниками нашей системы образования для того, чтобы и зарядить, и вдохновить, потому что результаты успеха и вообще история успеха, конечно же, позволяют другим двигаться за вами и идти вперед. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.